Задача определения угла наклона плоскости заданной точкой отрезком прямой к плоскости P2. Давайте подробно посмотрим, что мы имеем. Мы имеем плоскость P1, здесь проекция точки и проекция отрезка. То же самое на фронтальной плоскости имеем проекцию точки и проекцию отрезка. Зачастую вот именно так, когда задается у нас, например, плоскость, то бывает затруднительно применить нам знакомый метод. Ну, здесь очевидно, что метод мы должны применить какой? Мы должны построить в треугольнике фронталь и дальше заменить плоскость проекции так, чтобы она была перпендикулярна фронтали. Ну, а здесь так вроде бы не получается. На самом деле получается. Ну, давайте мы еще один способ рассмотрим. То есть, как можно перейти от такого задания, задания плоскости, к более нам знакомому варианту. Вот я соединил проекции точки К с проекциями отрезка. И что у меня получилось? У меня получился треугольник. Ну, а теперь мы можем идти привычным нам путем. То есть, строим фронталь. Строим его так. Находим точку пересечения с отрезком. Дальше ищем эту точку на фронтальной плоскости проекции. Вот так. И проводим, соответственно, фронтальную проекцию фронтали. Это будет у нас вот эта прямая. Вот она, через точку К и ту, что мы получили. Теперь остается нам построить новую линию пересечения плоскостей. То есть, мы заменим плоскость проекции. Построим ее так, чтобы она была перпендикулярна фронтали. Значит, эту линию пересечения я перенесу, ну, вот, допустим, сюда. Там, в эту, в любую точку. И удлиню ее. Вот так. Вот новая линия пересечения. Новая плоскость, которая у нас появилась, это P4. P2 у нас осталась. И она находится вот здесь. А P1 не стала. Теперь нам надо что? Построить новое положение. Для этого мы проведем перпендикуляр. Вот сюда. И давайте подумаем. Вот первая точка K1. У нас где будет находиться новая проекция K4? Она будет лежать на этом перпендикуляре. И расстояние, вот это здесь, будет равно чему? Ну, вот этому расстоянию. Ну, мы можем сделать как? Мы можем укоротить это расстояние. Таким путем. Проведем линию горизонтальную. Так и так. И будем измерять расстояние вот эти вот маленькие кусочки. Ну, то есть мы тем самым, чтобы все координаты эти уменьшили на одну и ту же величину. Да, на одну и ту же величину. И теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Значит, точка K, где у нас будет находиться. Измерим. Расстояние. Это вот это расстояние. Так, размер параллельный. Раз. И конечная точка, отрезка A, будет находиться на этом расстоянии. 52 миллиметра. Ну, а эта точка будет лежать непосредственно на линии пересечения. Ну, и давайте мы теперь удлиним этот отрезок побольше. И будем его переносить. Значит, вот эта точка, где у нас должна быть. Вот сейчас мы ее узнаем. Для этого мы отрезок перенесем отсюда сюда. В эту точку. И в месте пересечения с осью, там будет у нас положение этой точки. Это вот этой точки. Мы об этой говорим. Дальше. Положение точки K. Будет у нас точка K находиться на этой линии. И длина ее должна быть 23 миллиметра. Значит, строим. 23 миллиметра. Так. И теперь дальше вот эта точка будет лежать здесь. На линии, которая будет у нас перпендикулярна. И длина этой линии. Так. Мы ее по новой должны провести. Как продолжение. Длина ее будет 52 миллиметра. Ну, и 52 миллиметра. И теперь соединим то, что у нас получилось. Вот эту обозначим точку здесь и здесь. Вся наша плоскость заняла вот такое положение. Все точки, которыми была задана плоскость, эти точки поместились на одной прямой. Ну, и теперь мы можем измерить угол. Угол это будет вот этот угол. Ну, в нашем случае он получился равным 55 миллиметров. Все на этом. Задача решена.